ребята всем привет сегодня с нами алекс алекс едет из польши во францию алекс из краснодарского края он устроился работать водителем скажи мне какая у тебя категория прав а категория б да вот и он нам сейчас нам расскажет каково это быть водителем категории б в польше и ездить по всей европе сколько поездок у тебя уже было скажем недели две я работаю люксембург по франции сейчас поеду хорошо зацепил потом германию пересек пересек берлине только не был пока что делает правим а а что ты возишь какие какие типы грузов все 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 любые виды грузов ну естественно отключением всяких опасных грузов наверно я просто такие наверно не берутся но разносортные грузы но до какого до какой какой максимальный вес по финале вес 970 килограмм а дальше перегруз по это по законодательству евросоюза на твой страх и есть за каждый по моему 100 килограмм перегруза ты будешь заплачивать это 10 евро или 20 евро вот что-то такое я вникал еще пока что мы стараемся перегруза не возить так хорошо и ездишь на машине твоего работодателя да да очень интересно узнать вот сколько твоя поездка нынешняя продлится ну как учитывая то что наши автомобили это наши есть и дома больше ничего не снимаем не пластирую ничего то есть ты в автомобиле ну как дальнобойщик то я мне без разницы сколько я пробуду в рейсе а так завтра я должен быть там во франции это примерно после обеда там уже там уже загрузки координаты я еду дальше где-нибудь может быть по европе я просто пытаюсь понять я просто пытаюсь понять сколько ты заработаешь катаясь вот так как ты катаешь у меня дневная у меня нету не от я не от колеса колеса это лажа полная и те кто поедут работать сразу что должны уважать свой труд и работы тут очень много не надо думать что если у вас один не возьмет другой всегда минимум хотя бы больше это называется юбка дневная ставка это вот у меня например 160 год и есть 180 есть и 200 парни находят я слышал но для меня важен баланс баланс хорошего отношения работодателя баланс отдыха режим труда и чтобы я ночью всегда спал то есть это где-то 37 евро в день примерно так сколько я хочу сказать так максимум 1100 получится 1100 евро в месяц это макс вот то что у меня и получится пример а там без лота хорошо ну и просто интересно учитывая твои расходы сколько у тебя останется чистыми сколько там уже копилку если на рубли давай что все в евро ну зачем эти рубли да но это привычка не надо не на евро евро это 800 евро смело принципе это я уже считаю даже по-моему не 80 где-то 800 800 900 евро я могу отложить если ехать там ездить домой по этого если не ездить то это 900 смело причем на хавку уходит хавка очень дешевая польша в германии желательно брать если брать польшу германию получил авто если не такая же по цене как прожки даже ниже в основном ниже цена в основном ниже а качество хавки скажи мне ты чувствуешь но так свой мне песенку продукта в европе я хочу сказать так или на высшем уровне а потом сосиски сосиски чтоб ты понимал килограмм вот вчера я когда приехал варшаву первый день первую ночь вообще вот просто завалился варшаву от лет машины а и первое что пошел пошел есть такая сеть магазинов бедренка больше типа как самая распространенная сеть как магнит там хорошо когда у твоей стороны твоя сторона со всеми дружит и у меня нет санкций молочка ветер а там он еще прилавок а вот например масло рама я не видел с 90-х годов вообще не знаю по причине они продаются в россии короче как то так у нас конечно в россии тоже такие же прилавки в молочке но извините меня и спальню все все из спальни может там дорогой какой-то сыр будет а так говно все килограмм сосисок 6 злотых стоило нормальных сосисок это не не шмурдяк ничего все нормально вкусные сосиски такие сосиски в рашки чтобы ты понимал в районе в районе десяти и ой десяти пяти евро вот так переводимся в евро 6 6 злотых это 99 рублей российских 90 рублей пусть будет даже 100 рублей килограмм сука сосисок я ел с такой улыбкой первые дни эйфория там все дела ты приезжаешь ты офигеваешь на всего ты ходишь как обезьяна везде с открытым ртом понимаешь я хоть и был уставший в варшаве ночью не знал чем не делать ну как бы я знал что мне делать просто заебавшийся по причине того что я долго стоял на границе и как бы вот я охуелся этого этого я буквально за рублей за 300 я купил то что я купил себе сыр там что-то плавленые сосиски водички бутылка минералки обычной хорошей нормально стоит это 24 рубля 0 35 евро до бутылка чтоб чтоб ты понимал в рашки от 40 нормально от 40 полторашка воды в два раза получается да почти в два раза справедливости ради можно сказать что 0 7 1 и 7 раз вот все дешево все хуительно охуел я со шмоток первый день пошел я солнечная галерея бывает что-то типа наших торговых центров там все есть и биржки и тары и это я просто до выезда поехал в биржку купил тебе джинсы на выход в рашку жена долго ходили смотрели короче купил я купил за две тысячи рублей здесь такие же сука лежат 1799 причем написано в рублях там ценник короче в биржке и там вот евро доллары польские злоты украинские гривны и русские рубли 1799 я охуел короче шматье я тебе хочу сказать даже если в такую же цену я уже охуел а бывает и дешевле бывает майки там дешевле намного причем такие модели которые я видел в рашке и стоял плевался думал как блин хорошо что я там ничего больше не покупал в рашке вот такой городок тут брусчатка это город радон от варшавы наверно километров сто километров 100 небольшой 220 тысяч населения извиняюсь за тряску ну как бы я иду магазины без таба поэтому как то так короче ну конечно не новые домики старые обдербанные но оправдание скажу что дороги в польше ништяк в краснодарском крае конечно у нас я скажу что дороги тоже нормальные но 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 это все ширма у нас если в краснодарском крае дороги есть хорошие но они на главных улицах сворачиваешь километр вправо там все там пиздец чтоб вот короче чтоб ты понимал здесь здесь видно по дорогам что они построены давно что они вот но есть я мы есть заплатки есть продавленные люки да но про не по ним видно что их вот положили лет 15 назад и все и они больше не менялись ты какой-то монастырь вот вот такие и они есть везде худо бедно мало есть везде вот такие плиточки все как бы то есть в любую деревню заезжаешь я потом еще сниму когда буду ехать мимо деревни я сниму покажу как польские фермера по ним сразу видно что на ну то есть на фермерах держится страна то есть этот кстати вот полицию увидел здесь это очень редкость вообще в европе редко полицию видишь не так как у нас блять наши русские полицейские на каждом шагу блять на каждом в каждых кустах дпс сидит вот про польских этих фермеров сразу видно что на польше на польских фермерах держится страна всегда все чистенько каждой деревне я не видел ни одного заброшенного здания видел только построенные но в них никто не живет видать еще не купили либо какие-то у застройщик продают видно сразу что он просто стоит там больше его построили не купили еще заброшенных не видел всегда около деревень в деревнях около машины всегда стоит хороший около дома всегда стоит хорошая машина не топовая недорогая даже вот какой-нибудь тойота будет стоять но она ухоженная нормально вот короче как-то так потом еще чуть не сниму хорошо дешевые шмотки качественная дешевая еда хорошо по поводу дорожной полиции скажи мне были ли у тебя тормозили ли тебя спрашивали ли у тебя нет брат его или нету нету я видел 10 километров назад ну там авария просто случилось на автостраде 10 километров назад видел полицию больше я их не видел я нет я вру я как по приезду в варшаве один раз видел проносилась еще полиция больше вообще не видел их тут ну их настолько мало а еще говорят что я может просто настолько опытен говорят что по гражданке они ездят в гражданских дачках у них под радиаторной решеткой спрятаны протоскопы и они ездят они ездят форме но на гражданской машине они как бы смотрят пристегнуты разговариваешь ли ты по телефону потому что по всей европе очень сильно наказывают за разговор по телефон именно с телефоном в руке если ты используешь как я гарнитуру мне такие airpods типа airpods такого это бывает по очередке заряжаю я разговариваю хочу лота по короче их тут нет ну натуре нету ты можешь всю европу проехать не знаю ты можешь проехать не пристегнут хотя я так не делаю потому что мне приятно даже пристегнуться в нормальных интересно да да если в рашке например не пристегиваешь и те когда мент останавливает что не пристегнут я бы я не хочу вытащить похуел я говорю но смотри не а если я пристегнуты со светом в россии лент автоматом у него щелкает голове он знает он думает что ты пьяный значит тебе есть что скрывать ты понимал да психологию вот если ты пристегнуты со светом в россии пиздец тебя пол стопудов потому что ты видать на стрёме если ты не пристегнут и света ты на похуях тебе похуй тебе нечего открывать это мелкая рыбешка там за за ремень он выпишет пятихатку штраф ну пятихатка это половина джинсов новых нихуя себе в течение в течение 20 дней 250 рублей оплатил и дальше ездишь нарушаешь короче система сделано так что эпоху было на штрафы найти здесь штрафануть больше за ремень это полторашка минимум это злота до 200 и то это на рассмотрение инспектора то есть если камера будет минимальный штраф как я понял а если вот инспектор тебя а что будет это уже на его будет усмотрение во первых накапливаются баллы там накапливаешь определенное количество баллов тебя либо либо депортируют нахуй либо лишают прав может быть и то и другое права просто пришлют к этому лучше не нарушать лучше держать кстати скажи мне по правам ты с российскими правами ездишь да я с российскими правами это если кого-то это информация очень сильно беспокоит можете вести в угле фотку своих прав или просто написать надо ли менять европу шенгенскую зону именно шенгенскую зону потому что это страна шенгенское соглашение нужно ли менять права вам сразу выдаст страны венской конвенции и страны женевской конвенции форму прав вот эти российские права как и в украине сейчас точно такие же они как пластиковая карточка они канают они канают единственное могут в германии залупиться если у кого-то за ламинированные права вот у меня за ламинированные права мне сказали что в любой момент просто берешь программинирует показывает что они поддельные черты просто для сохран я сделал это я сделал это не для сохранности я сделал это потому что уебища на оконченное гаи выдала мне права они у меня на второй день расклеились и так понял вдоль пополам то есть блять но ни у кого из моих знакомых такого нет вот у меня ну я и самого первого дня за ламинировал они меняла меня я могу там за две минуты разламинировать просто покатать правами все хорошо ничего не менять надо понятно понятно скажи мне бабки ты получаешь на карту правильно для польского банка карта и ты не получаешь оплату да но сначала первые дни пока карточку первые месяца карточку не оформил потому что пойдет в банк польши или какой-то другой банк сделать заявку сделать депутовую карточку на которую будет присылать зарплату я буду получать через кассу именно наличка бюро это наличка я наличка получать а там когда уже у меня принципе уже оформлять делается надо будет вот на неделе проходить нет комиссии делается вот как ты теперь проблем а где ты спишь скажи мне а у меня в машина у меня так бусик как чтобы если для кого-то это говорит это как газель такая машина только попросторней пошире у меня сзади как фури спальное место у меня сзади как фури спальная спалка у меня под палкой еще ящики на спалку у меня вот этот спойлер на именно как по машине на кабине есть спойлер большой вот на этом спойлер у меня еще в этом спойлере полным полно место вторая полка две полки по бокам то есть везде фонари то есть той стороны чтобы почитать сверху тоже фонари все это включается автономка основной обогреватель салона то есть мне не надо поводить автомобиль ночью прогреть я он просто от аккумулятора работает топливе я у меня кнопочка у меня есть пультик прям около спального места над подушкой у меня пультик с экранчиком я тебе накрутил сколько температур он столько и поддерживает всю ночь вот он просто там такая как свечка в этом автономном обогревателе он берет пока топлива его просто прожигает и без угарных газов газов продувает можно натопить так что можно в труселях сидеть и все окна будут открыт с этим проблем нет тест-драйв короче вот такая вот машина сейчас как тут ну короче мафан тут bluetooth аукс флешка короче штатный наверное вот короче вот там такие полочки с той стороны тоже полочки там что-то выход на вебасту вот это короче спалка вот такая сзади подлокотники всякая хрень здесь короче кандюк печка короче на руле тут вот круиз что там еще короче система старт-стоп ну типа того то вот это когда глохнет на перекрестке в пробке глохнет она сама цели не выжимаешь она это вот ручка под bluetooth короче до хрена я особо не разобрался еще ну короче вы тут и так можно холодильник поставить принципе вот вон вебаста вот короче как то вот вот как то так короче ну ясен пень стеклоподъемники куда без них потому что весел тут не будет вот мое счастливое хлебало короче еще жесть на 6 ступка кстати 6 ступка здесь включается в круиз ну и все тому подобное короче вот там bluetooth этот избит вот здесь есть usb вот сюда можно еще 2 ампер но кстати заряжает хреново она одна амперная по ходу короче ну еще бы проекция была я бы вообще охуел короче короче вот такой вот братан тест драйв хорошо вот скажи ты же работал к водителям и в россии как я понимаю да водителям хорошо ты можешь мне ты можешь мне озвучить такие ну основные моменты почему ты все-таки решил уехать из россии почему ты решил сменить страну так знаешь без подробностей как сказать не я 2014 года работал я работал получал принципе на тот момент 2 тысячи долларов 62 тысячи зарплата последняя была ну тогда там бывало 48 это мелочь принципе меня все устраивало 2013 году я принципе мечтал так валить меня это как бы травину об этом попозже сваливание а я как-то мечтал знаешь ну тогда еще я как бы чуть-чуть мало опытен молодой был я хотел и свалить сначала в европа хотя сразу сша короче то есть губу раскатал до хера понасмотрелся всяких розыгрышей green card что там и green card выиграет как-то легализуются как-то едут это делают я загорелся этим потом правда фактор хорошей зарплаты сыграл всякие вот эти мелочи когда 2000 долларов зарплата принципе все нормально и доллар 30 рублей стоит вообще нишняк принципе я уже не парился а потом 14 год 14 года и тут понеслась сначала олимпиада ну ладно олимпиада как-то я еще знаешь положительных олимпиаде относился хотя знал на тот момент у меня друзья включили и знали сколько там всего пилят и как там строят друзья монтажники рассказывали отделочники как в отелях открываешь двери она чешарпа это пол то есть вот это знаменитые соленые туалеты настолько на отебись все делалось потому что каруселями ты наебывали людей вот началась эта хуйня началась меня в украине вот и началась и тут крым короче отжали и тут при алюминические шуточки вот эти типа будете выебываться у вас российский флаг подучит такое вот это было мне это как бы все знаешь как это было не по душе я просто смотрю как в это время просто я смотрю как повышается доллар цене и знаешь и просто мои все мечты например купить хорошую видеокарту на компьютер даже да такие мелочи блин я задрот я люблю поиграть компьютер там да вот если я раньше мог за 30 купить топ и уведюху сейчас за 60 все ржут прям наш я говорю а хули вы ржете то есть вам чё это да вот тебе конкретно вот я и прям ебалом человека тычу у него пальцем тычу и говорю слушай тебе это чё да он говорит ну типа вот сейчас типа как бы чё за емпися я бы риск какого хуя ну вот вот скажи вот чего чувак ну чё ты видишь доллар говорю ты сейчас с алиэкспресса хуй чё закажешь то есть по вменяемой цене тейдер не ебёт он говорит да мне похуй а тебе похуй а мне не плохо например говорю почему это если тебе похуй и не должно быть ты считаешь что такой как ты все да то есть ведь это не нужно никому не нужно а он такой правду маску тут режешь понимаешь и вот началось мое короче из этого знаешь такое вникание как бы в политику сначала я там слушал потом чуть подглядывал знаешь прикол рассказывать потом мне было 20 лет 21 год на тот момент там другие другие как бы интересы только полида вот как бы ну и это началось вот эта вся хуйня потом я смотрю там 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 пошёл это хуйня я потом подписался подписался на это нормально нормально переливался потом я подписался на первым подписался на камикадзе жена сначала подписалась меня потом подписала притащила на фигню ну и начал смотреть камикадзе там я как бы я до сих пор подать должное ему отдам хоть он такой ебанутый чуть-чуть но дань должна если честно я ему отдал то что я как бы сейчас хочу от него отписаться потому что ну это прям совсем трешат меня вот это бесит эта наивность яж по чесноку вот как многие все на тебя подписался они из-за пранка конечно тоже там ну просто вот подписался на тебя потом смотрю думаю блюдо чем несет как никто резко значит то есть резко очень-очень резко слышать такие слова прям для мужа это высказывался ты кстати даже часок менее менее чем раньше там там прямо жопа у тебя горела потому что ну реально война идет конечно не у всех бы жопа горела и ты прям так жестко резко высказывается а у меня то еще ну как сказать батник еще вратан еще такой знаешь приглядов потом опять я отписался а потом короче говорил ну просто у меня такая хуйня детства не знаю как у других у меня такая хуйня я когда с человеком о чем-то спорю я как бы выкидываю то что я знал до этого я как бы ставлю себя на его место смотрю ситуацию с его стороны его позиции вдруг он что-то дельное говорит вот у меня как-то это было развито что ли еще с детства такая хуйня может потому что я не из рашки родом поэтому и я как бы тебя послушал думал а тут что-то прав а тут что-то как-то блять это больно слышать ну блять правда правда ну по факту подписался на тебя потом смотрел смотрел потом пришел короче сотник на меня уже вот и я на него подписался и короче понеслось поехала я сначала навального подписывал то быстро быстро отлегло быстро отлегло был я и на войне и подписывался как-то я на мальцева но долго его не вытерпел он я сразу увидел что он пиздобол не то что пиздобол а он выдал выдавал всегда желаемое вот у них там где-то революция случилась голова чувак что ты несешь какая нахуй это вот понеслось поехала и вот я получается у меня сейчас подписка только ты вы правда все твои каналы чтобы чтобы тебя поддержать а вот такие вот еще один момент вот агитационные плакаты вон там агитационные плакаты вот чтобы вы понимали тут вот идешь и так по заборчикам написано у них видать выборы скоро и у них на вот на на заборчиках в основном вот как я показывал вот там вот 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 такие получается вот вот такие плакатики везде висят но это видать может еще с позволения как я понял с позволения тех кто там живет они вывешивают они то есть они позволяют повесить тех кандидатов как за которых они будут голосовать то есть короче абы кого я бы где ничего не повесить и вот сколько я не хожу сколько не смотрю всегда на плакатах разные лица то есть с той партии самого движения смотрю какой-то еще кто-то то есть если у нас блять в россии одни и те же ёбла стоят ну висят то есть везде одни и те же ёбла один день походил по улице блять их запомнил всех выучил то здесь постоянно кто-то новый постоянно то есть вот вот так вот принципе как бы домики не это не богатый город домики не такие прям и дорогие прям тут все это ну зато все все аккуратненько и все пострижено харчков на земле нет блять харчков не сама больше бесит сука когда стоит блять стоит блять сами знаем какой национальности человек и сука стоит и блять прямо смачно как нахуй на свадь сука бесит блять такое ощущение вот для меня он как будто блеванул вот серьезно ну то есть в крайнем случае вообще насрал ну блять ну потерпи ну проглоти это же твое блять или пойди в туалет высморкайся выхарькайся сука нахуй ты вот это срешь блять ну это блять уже как бы дело каждого может кому-то не критично а мне такая судя критично здесь никто вот так не ходит и не харькает до бумажки есть вот бутылка вот а так все чистенько все прибрано вот там брусчатка причем вот там где мой палец вот тут брусчатка между ней еще какая-то хуйня потом еще повельче потом плитка потом асфальт короче все четенько вот о чем я говорил вот смотрите вот ни один не повторяй ни один вот единство вот этот марок суски он видать какой-то такой он видать авторитетный такой чувак видно написано там лидер какой-то партии а так все везде вот не повторяются вообще в какой момент конкретно ты понял что надо уезжать в тот момент это было где-то года полтора-два назад когда-то первый раз уже начал говорить что валили отсюда что нет покрываться я уже начал подписываться на чуваков с украины которые работали в польше ехали в канаду и я загорелся прям канадой для меня не идеал не плане того что это охуенная страна все там заебись легализовываться там такой геморрой для меня в канаде намного легче много программ много всяких провинциальных программ манитопские так всякие провинции очень легко очень легко сейчас на данный момент для меня больше это как платар сколько ты уже находишься в польше скажем был ли какой-то момент когда ты пожалел о том что ты уехал нет конечно а единственная сейчас просто включаю за малой и и жена через сколько ты заберешь собой но не знаю как покатить как покатить это им еще загранники надо делать надо работать и не найти но чем скорее тем лучше я не могу точно я понял хорошо слушай ну в принципе достаточно объемно интересно я думаю что ребята если у вас есть вопросы к алексу они у вас будут естественно вы их пишите в комментах обязательно у нас будут еще видео с ответами на ваши вопросы с какими-то интересными историями из твоей практики я думаю что ты успеешь накатать что-нибудь интересного кстати ты можешь перед камерой помахать рукой значит в чтобы было видно что это не запись ютуба что вот мы прям с тобой вживую замечательно ребята если у вас есть категория цель и вы хотите уехать работать в польшу водителем если вы хотите уехать в ес работать водителем пишите на почту вальнов пранк атаком я вас трудоустрою вы будете себя чувствовать не хуже чем алекс если у вас нету категории если у вас нет никакого специального образования но вы все равно хотите уехать в ес все равно пишите мне на почту вальнов пранк атаком чехия швеция польша португалия странах которых будете чувствовать себя хорошо получать достойную зарплату и самое главное вы будете находиться вне мордора и самое главное вы станете гражданином ес через некоторое время пишите мне навальнов пранка таком и я вам помогу я вас эвакуирую достойная жизни достойны те кто ее действительно готовы взять а если вы ленивое чмо если вы рассказываете что у вас нету как я заработаю полторы тысячи евро до того чтобы уехать то тогда действительно вам не нужно никуда уезжать сидите в рашке и вместе с рашкой подыхали у тебя есть мечты и цели но ты родился не в самом удачном месте и хочешь начать все с чистого листа эвакуация джеки вольного это то что тебе поможет оказывается что в нормальных странах даже если ты ничего не умеешь и не знаешь языка ты можешь спокойно зарабатывать от 1000 евро тебе больше 18 у тебя есть загранпаспорт и 1000 евро я эвакуирую тебя легально с получением постоянного места жительства пиши на вольном в пранкота ком фишкой этого канала является то что чат рулетки выходят на нем каждый день поэтому подписка совершенно обязательно жми на колокольчик ставь лайк пиши комментарии ну а если тебя интересуют пранки то их ты сможешь найти на патреоне или в конфачи все необходимые ссылки находятся в описании